Шаббат шалом Благословен ты Господь Бог наш, избравший нас из среды Твоего народа и даровавший нам Тору. Благословен Бог наш, даровавший Тору. Амин. Доброе утро. Благословен Бог наш, даровавший Тору. Благословен Бог наш, даровавший Тору. Благословен Бог наш, даровавший Тору. Амин. Конечно, очень важно иметь желание примириться. Ну, как бы мы читаем, что желание было, было примирение, поэтому не примирились. Но я как бы сегодня не об этом хочу говорить, я хочу говорить больше о второй части. И вторая часть этой главы, она описывает печальную, даже ужасную историю дочери Иакова Дины и Сихема. Что произошло, мы все знаем. И потом, конечно, была ужасная история, это мщение братьев. И в этой главе встречаются две силы – сила мщения и сила прощения. То есть эти две силы, по сути, они как бы равны сами по себе. То есть сила мщения, она разрушает все на своем пути. Ничего не видит, нет никаких препятствий. Но сила прощения, за которой идет примирение, она восстанавливает. Восстанавливает то, что было разрушено. И эти силы, они как бы равны сами по себе. Или разрушать, или восстанавливать. Просто важно в том, чьи из них мы подчинимся. Знаете, Писание говорит, да, кто кому подчинен, тот того и раб. Но хочу почитать Берешит, 34 глава, 7 стих. Это Берешит, Бытие, 34 глава, 7 стих. «Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи, мужи те, и воспылали гневом. Потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. А так не надлежало делать». И я не буду все читать, я хочу почитать 25 стих этой же главы. Дальше описывается, что Сихем, он хотел примириться. Да, он сделал зло, он сделал неподобающее, но он полюбил, да, полюбил дочь Иакова, и он хотел примириться. И все, кто там, он хотел примириться. И вроде как бы о примирении было решено. Но, знаете, когда человек, он озлоблен, когда человек, он зол, то он не видит никакого примирения, он хочет исполнить свои коварные планы. И вот смотрите, на третий день, это 25 стих. «Когда они были в болезни, два сына, Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол. И самого Эмора и Сихема сына убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что бесчестили сестру их. Они взяли мелкий, крупный скот и ословь их, и что не было в городе, и что не было в поле. И все богатство их, и все детей их, и жен их взяли в плен и разграбили все, что было в домах. «И сказала Яков Симеону и Левию, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей земли этой, для хананеев и ферезеев. У меня людей будет мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Они же сказали, разве можно поступать сестрою нашу, как сблудницу?» Их ненависть где-то можно оправдать. Но мы знаем, что, как вы думаете, вот Писание, да, Слово Божие запрещает нам гневаться? Конечно, оно не запрещает нам гневаться, но есть огромная опасность, что этот гнев может зайти слишком далеко. И Слово Божие, да, Писание, оно говорит, гневаясь, не согрешайте, да, пусть солнце не зайдет во гневе вашем. Потому что есть огромная опасность, лучше, конечно, вообще не гневаться, но мы, у нас есть характер, у нас есть чувства, у нас есть то, что у нас есть, и мы можем, где-то имеем право гневаться. Но тут вот важный момент, вот важность вовремя его остановить. Потому что если он заходит слишком далеко, то он может сделать ужасные вещи. Ишуа всегда говорил о прощении. Можно разбираться в событиях, можно разбираться, и это затянется надолго, возможно, даже на всю жизнь. Он просто говорил о прощении. И, конечно, можно сказать, ну это же Ишуа, он же жил в то время, где, может быть, лучше было, чем сейчас время. Но я скажу, что в то время ненависти было ничуть не меньше, чем сейчас. Всякому порядочному иудею вменялась праведность ненавидеть римских поработителей, которые терзали Божий народ. И всякому порядочному римляну также было нормально ненавидеть евреев за то, что они могли где-то организовать какую-то борьбу против них. И разные фракции внутри себя, они воевали между собой. И это считалось где-то священным долгом. Но Ишуа, он жил в то время, и он говорил о прощении. О прощении и любви друг к другу. Я бы хотел сочетать Брит Хадыша, Новый Завет, Матфея, 5 глава, 43 стих. Матфея, 5 глава. И что он говорит? Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь твоего врага. Да, было сказано. А я говорю вам, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящих вас и молитесь за кого? За обижающих вас и гонящих вас. И он говорит, да будете вы сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Я верю, что Ишуа, владычество Ишуа, оно живет в нас. И оно позволяет сказать вражде, и ненависти нет. Также апостол Павел, да, Рав Шауль, он более углубляет, углубляет эту тему. И он говорит, чтобы вы почитали себя мертвыми, да, мертвыми для греха, а живыми для Бога. И он говорит, чтобы, потому что откуда приходит вражда, откуда приходит гнев? Она приходит от нашей плоти. И апостол Павел, да, Рав Шауль, он говорит, чтобы мы умершляли наши плотские желания. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не говорю, чтобы мы совсем не реагировали на те ситуации, которые происходят, когда обижают наших, обижают, оскорбляют, неправильно, несправедливо поступают с нашими родными и близкими. Я не говорю, чтобы мы оставались в стороне или стояли, как соляные столбы, ничего не предпринимали. Просто Писание, оно говорит и учит нас, чтобы мы искали примирения, чтобы мы были скоры не на гнев, а на прощение. Потому что гнев человеческий, он не творит правды Божьи. Бог говорит, чтобы мы гнев отдавали Ему, потому что на самом деле, ну мы не разберемся никак. Мы так и останемся в разных позициях, в разных пониманиях, мировоззрениях и так далее. И Шауль всегда говорит, просто возьми и прости. Это нелегко, это сложно. Но Он говорил о прощении. И интересное высказывание одного богословского учителя, философа, он сказал такое высказывание. Как бы в завершение я хочу его зачитать. Нет заблуждения большего, чем ненависть. И нет ничего величественнее терпения. Поэтому я стремлюсь всегда и везде учиться терпению. Поэтому народ Божий, пусть Бог благословит вас уделять место и время терпению и учиться терпению. Потому что только-только так. Это единственное, единственное лекарство против мщения, это прощение, то, что говорил наш Господь Ишоу. Поэтому пусть Бог благословит вас. Амин. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хочу продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхомашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу на Амину и говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану, и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхомашех, Бетель, у нас Петсимхах, у нас есть Ахава Ишуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. «Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им». Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан, со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья. Божья семья в этом году для каждого из нас. Русские субтитры — Владимир Надея. Продолжение следует...